Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я Красовский Сергей, подростковый психолог. Благодарю вас душевно, что смотрите мои публикации. Благодарю вас от всей души, что подписываетесь на мои каналы и ставите лайки. Спасибо огромное, друзья! Спасибо! Три закона, которые позволят нашим подросткам эффективно повзрослеть и взять на себя ответственность. Я думаю, это самое главное. Итак, первый закон – всегда есть более простой путь. Смысл этого закона звучит следующим образом. Каждый раз, когда происходят события, которые нам не нравятся, мы начинаем напрягаться. Уже давным-давно доказано, что в момент, когда человек напрягает свои мышцы, в этот момент у него блокируется память и блокируется творческая составляющая, творческая основа личности. Именно поэтому, когда люди начинают мужественно преодолевать препятствия, скрипя зубами, напрягаясь изо всех сил, у них получается сложно. Есть даже люди, которые говорят, жизнь – она тяжелая. По одной простой причине – они постоянно находятся в напряжении. Я советую в этот момент расслабляться. То есть в момент, когда вам что-то не нравится, нужно расслабляться и говорить себе, что все нормально, все идет по плану, я обязательно справлюсь. И это событие – просто часть достижения моих целей. И когда вы таким образом делаете, вы расслабляетесь, включается ваше творческое начало, включается в ваш потенциал вашей личности, и происходят самые настоящие чудеса. И для этого даже Нового года ждать не нужно, обязательно получится. Научитесь сами, научите вашего ребенка. Второй закон – цени то, что имеешь. Мы очень часто сравниваем себя с другими, и потому что у нас центров тревоги больше, чем центров удовольствия, мы начинаем сравнивать себя в худшую сторону. То есть видеть у себя минусы, а у других плюсы. На самом деле нужно делать диаметрально противоположным образом. Нужно прямо сосредоточиться на том, что есть хорошего в жизни прямо сейчас. У многих ребят есть своя комната, есть компьютер, есть мобильный телефон, хороший мобильный телефон, хорошая одежда, учебники, книги и так далее, и так далее. Мы не привыкли это ценить. Но нужно научиться. И когда мы ценим то, что у нас есть прямо здесь и прямо сейчас, этого становится больше. Понимаете, мы концентрируемся на хорошем. Мы концентрируемся на том, что у нас есть на этих ресурсах, на этих людях, на этих возможностях. И тогда получается еще больше. Понимаете, всегда концентрация определяет количество. Больше концентрации – больше количества. Ну и, наконец, третий закон, дорогие мои, самый важный, самый третий закон, который позволяет максимально экологично прожить эту жизнь. Вот случаются события, и эти события нам не нравятся. Вот в этот момент нужно себя спросить, чему я должен научиться в этой ситуации, что я должен узнать нового, чтобы спокойно пережить то, что мне послано сейчас. Причем это может быть любая проблема в вашей жизни. Все время задавайте себе эти вопросы, чему я должен научиться, что я должен узнать нового, что мне нужно понять в себе для того, чтобы выйти из этих повторяющихся ситуаций. И вы увидите, насколько классно это работает. Самое главное – никогда не сдвигайтесь с этого пути. Задайте раз своему мозгу вопрос, чему я должен научиться. Мозг всегда находит самое простое. Наши мозги обожают бежать в наименьшее сопротивление. Задайте еще раз вопрос, задайте еще раз вопрос. И на третий раз вы точно прочувствуете, придет эта мысль, подсознание откликнется и скажет вам, что нужно сделать, чему нужно научиться, что необходимо понять, чтобы разрулить эту ситуацию и сделать так, чтобы они больше никогда не повторялись. Большое спасибо вам, дорогие друзья. Эти простые истины, они вроде бы известны, вроде бы понятны. И мы даже им следуем, но забываем научить наших деток. А для того, чтобы наши детки научились радоваться этой жизни, для того, чтобы научились ценить себя, для того, чтобы научились восхищаться окружающими событиями, нашей прекрасной страной, я приглашаю всех, и взрослых, и детей на этих каникулах 3 января на свой курс «Самооценка супергероя». Вы получите, уважаемые родители, великолетнейшие результаты. Это будет просто очень здорово, потому что вы вместе будете делать упражнения, и эти упражнения, они направлены на распаковку личности. То есть вы узнаете себя лучше, ваши дети узнают себя лучше. И между вами, между мамой и ребенком создается эмоциональная связь, которая продлится потом много-много лет. То есть сейчас, идя на тренинг, вы закладываете в будущее себе прекрасные, великолепные возможности договориться. По одной простой причине. Потому что в момент выполнения упражнений вы узнаете друг друга чуточку получше, и узнаете друг друга с лучшей стороны. Большое спасибо за внимание. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья и процветания. А нам с вами, уважаемые родители, я желаю самого главного – гармоничных отношений с нашими детьми. Пока. Спасибо всем.